МОДЫ Я уже показывал тебе тупые моды, горячие моды и даже моды для девочек! Неужели в Майнкрафте можно только пукать и трясти титечками? Нет! Сегодня я покажу тебе моды для настоящих пацанов! Никаких мишек, котиков и вкусняшек, только хардкор! Ну что, заинтересован? Предлагаю тебе прямо сейчас поставить лайк, а мы уже начинаем! Ну что, пацаны, готовы? Девчонок мы уже порадовали и сделали целый топ модов для девочек в Майнкрафте! И, кстати говоря, под этим видео поставили очень много лайков не только девочки, но и пацаны, чтобы помочь девочкам и получить ссылку на все моды! Так что, девчонки, сегодня ваша очередь помогать пацанам! Потому что, как только под этим видео наберется, ну, скажем, 40 тысяч лайков, я сразу же оставлю ссылку на все эти моды в описании к этому ролику! Все пацаны любят тачки! В обычном Майнкрафте, конечно, тоже можно понаваливать и подрестовать, но только на лодках, а лодки нам не подходят! Первый мод добавляет кучу различных машин в Майнкрафте! Ты просто посмотри, какое многообразие! В этом моде есть не только обычные машины, в которые мы, конечно же, можем сесть, вот так вот открыть дверку, ты просто посмотри на этот салон! Это просто шедеврально! Мы можем насесть это удобное кресло, закрыть двери, вот так вот покрутить рулем налево-направо! И, конечно же, на этой машине мы можем поехать, но пока что я этого делать не буду, я сказал, не буду! В этом моде даже есть газели, различные грузовики, я даже не знаю, как это называется, наверное, это КАМАЗ! И в этот КАМАЗ мы можем тоже залезть, ты посмотри, у него тут отличается салон, тут как-то все по-другому выглядит! Блин, тихо-тихо, только дерево бы не снести! Блин, это просто офигенно! Я дальнобойщик, поехал в какой-нибудь другой город! Ля, ты просто посмотри, гелик в Майнкрафте! Ё-май-о! Я на этой стоянке поставил далеко не все машины, которые есть в этом моде, но даже если посмотреть вот на это количество, это уже просто дофига! Тут есть не только вот такие вот красивые и супер тюнюнгованные машины, как, например, вот этот, ты просто посмотри, это что такое? Ля, ты просто глянь, как тут открываются вообще двери! Как тут залезть-то, можно залезть вообще? Но, конечно же, здесь есть и всякие развалюхи, какой-то жигуль вообще непонятный! Вот тут я на дороге поставил еще один абсолютно разных машин, и, конечно же, это все не декорации, на них реально можно покататься! Ну, давай немножечко навалим! Я сел в наш жигуля, ну ты, это просто жесть какая-то! Бип-бип, у меня есть жип-жип! Если внезапно настанет ночь, мы даже можем включить фары! Пум! Ну ты просто посмотри, какая точила! Ёханы-бабай, наваливаем, поехали! На самом деле, в этом моде можно даже дрифтовать, но я, если честно, плохо это умею делать, и вот обычно у меня получается что-то вот такое! Вот она школа дрифта в Майнкрафте! Бип-бип-бип! Честно говоря, я не особо разбираюсь в машинах, у меня нету машины, и я вообще как бы не фанатею по всей этой штуке, но я знаю, что большинство пацанов машины просто обожают! Так что напиши в комментариях, какая у тебя любимая машина, может быть это жигуля, может быть даже елик, или какой-нибудь мерседес, или может быть вообще ты предпочитаешь кататься на тракторе, кто тебя знает! Капец, вот такое бы Игорь точно заценил, ты просто посмотри, это же по-моему Бэха, да, это же Бэха? Это охренеть, это же просто пипец, ну-ка нужно развернуться аккуратненько! Ой-ой-ой-ой-ой, у нас машина дымится, я что-то тут... А-а-а-а-а-а-а-а-а-ай! Этому Игорь был бы точно не рад! Я никакую Бэху не взрывал, ля-ля-ля! Короче, любители машин этот мод точно оценят, ну а мы уже переходим к следующему! Первое, что приходит в голову, когда ты думаешь, что же нравится пацанам, это, конечно же, машины, но во вторую очередь, это, конечно же, войнушка! Каждый пацан хотя бы раз в жизни играл в войнушку, ну или там, не знаю, в Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield и так далее, но всего этого нет в Майнкрафте, я имею в виду оружие! И лучший мод на оружие, который я постоянно использую, это, конечно же, тот, который я оставлю в описании, когда мы наберём 40 тысяч лайков! Хе-хе-хе! Этот мод добавляет невероятное количество оружия в Майнкрафте, ты просто посмотри на это! Такое ощущение, что я сейчас даже не в Майнкрафте нахожусь, а реально в каком-то Counter-Strike, ну давай, давай, коняшка! Пра-па-пам, прра-па-пам! Ха-ха-ха-ха! С этим модом я снимал уже очень много различных видео, потому что, ну, он реально просто офигенный! Какой нафиг Counter-Strike, если есть вот такое в Майнкрафте? Можно просто поставить такой мод на сервер и играть со своими друзьями! Вот, например, вот такой вот дигл мы можем взять в руки, подойти к этому жителю, сказать ему... Hasta la vista, baby! Пам-пам! Ха-ха-ха-ха! Я не просто так пришёл в деревню, потому что я хочу эту деревню сегодня взорвать, Поэтому мы заряжаем нашу базуку! Это шо такое? Этот дом каким-то образом выжил! Ну-ка, я щас исправлю... Ты посмотри, ля, этот дом не хочет разрушаться от базуки! Чего, блин? В этом моде даже есть бензопила! Что за хр... Ха-ха-ха-ха-ха! У меня есть бензопила! Ха-ха-ха-ха! Блин, какая жесть! Ну и, конечно же, в этом моде есть гранаты! Как же без гранат? В любой игре про войнушку есть гранаты! Вот это у нас, например, обычная осколочная граната! Кидаем её на ферму! Вот так вот бум-дум-дум! И вот так ждём немножечко, и она взрывается! Также у нас есть дымовая граната! Давай задымим маленько немножечко эту лошадь! Вот так вот мы кинем дымовую гранату! Дым со временем уйдёт, так что не переживай! Вот это моя любимая граната! Это газовая граната! Когда мы эту гранату кидаем, она через какое-то время взрывается! Точнее, она не взрывается, а вот так вот начинает пердеть! И любой, кто зайдёт в эту местность, его начнёт нехило так штырить! Ёханый бабай, помогите! Если зайти прямо в очаг этого взрыва газовой гранаты, то всё! Тебя будет вот так вот штырить, тебя будет очень-очень долго! Поэтому я, наверное, даже убьюсь! Ну и последняя граната, это, конечно же, флешка! Мы её кидаем перед собой, вот так вот смотрим на неё! Думаем, что сейчас ничего не произойдёт, но она взрывается! И пум! Мы абсолютно ничего не видим! И через какое-то время я постепенно начну видеть, что тут происходит! Но для этого должно пройти какое-то время, за которое ты уже сможешь убить своего врага, в которого ты кинешь эту гранату! В этом моде даже есть различные оружия из абсолютно других игр, по типу Дума! Ты посмотри, тут такая вот пушка! Я не знаю, как она называется, наверное, БФГ-9000! Я, конечно, не эксперт! Это просто убийственная пушка, потому что она у нас... Сейчас я покажу, что она делает! Мы вот так вот заряжаем её, спокойненько вот так вот заряжаем! И теперь... БУУМ! БУУМ! И житель тоже сдох! Давай попробуем тоже что-нибудь взорвать, например, вот этого жителя! БУУМ! ХО-ХО-ХО! Нифига себе, это что за ядерный взрыв? Короче, в этом моде реально нужно покопаться, потому что он очень большой и просто офигенный! Перезарядка! БЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫБЫ! Мы уже с тобой посмотрели мод на машины, мод на оружие, но вот что если всё это совместить? Военная техника в Майнкрафте, это просто офигенно, ты посмотри, настоящий вертолёт в Майнкрафте. Я уверен, что многие мои подписчики могли видеть такой вертолёт во многих моих роликах. Крутой он не только тем, что он как бы очень реалистично летает. Если вот так вот мне этот вертолёт показать, то я тебе хочу сказать, что он даже не особо сильно отличается от вертолёта в какой-нибудь GTA 5. Так прикол ещё и в том, что во всю эту военную технику можно сесть в боём, втроём, вчетвером, в пятером и даже в десятером. Если ты не любишь вертолёты, как тебе вот такой вот самолёт времён Второй мировой войны? Ты просто посмотри, мы можем вот так вот его открыть. А также мы можем выбрать, куда мы сядем, на пассажирское сидение или же всё-таки за руль. Я, конечно же, сяду за руль, потому что я сейчас снимаю это видео один. Теперь нам нужно немножечко набрать высоту, набираем скорость и взлетаем! Я немножечко запутался, где земля, а где небо? Куда я вообще лечу? Помогите! Мы можем летать от первого лица, мы также можем стрелять из этого самолёта, убрать шасси, сделать всё, что угодно, сделать мёртвую петлю! Блин, я употонул! Кстати говоря, очень хорошо, что мы с тобой попали в воду, потому что, помимо всего прочего, в этом моде ещё есть военные корабли. Ну ты просто посмотри на это! И мы опять же можем выбрать, куда мы сядем. Например, можем сесть за вот такой вот пулемёт. Из этого пулемёта мы можем стрелять. Этот пулемёт у нас даже перегревается. Ты посмотри, у нас есть шкала, которая перегревается, и как бы, ну ты не можешь бесконечно стрелять, как бы, реализм. Ты можешь поставить этот мод, взять с собой друзей, и все друзья поместятся на этот корабль. Потому что здесь есть водительское сидение, пассажирские три сидения, четыре места для пулемётов, и я уверен, ещё куда-то можно сесть. И ты просто посмотри, с какой скоростью наваливает. Здесь тоже можно прям реально дрифтовать нафиг. Этот корабль, наверное, ещё больше, и тут тоже можно сесть в пушку, можно сесть в разные сидения абсолютно и плавать. Это же просто оккупенно. Если тебе такой громадный корабль не нужен, ты можешь выбрать вот такой вот обычный корабль с моторчиком надувной или не надувной, не знаю. В него мы, конечно же, тоже можем сесть и вот так вот поплавать. Но от чего я офигеваю больше всего, так это от вот таких вот самолётов. Ты просто посмотри, какой он огромный! Чтоб ты понимал, я, конечно же, могу летать на этом самолёте, то есть могу сесть вот сюда. Вот тут у нас такая вот кабина, там нужно как-то вот разогнаться и всё такое. На этом самолёте мы можем даже спустить трапу. Так вот у нас открывается лестница, и по ней могут подняться другие игроки. Но прикол заключается ещё и в том, что вовнутрь этих самолётов мы тоже можем сесть. Мы можем сесть абсолютно на любое кресло, и я не понимаю, зачем это нужно. Посчитай, сколько в этом самолёте мест и сколько нужно людей, чтобы этот самолёт заполнить. Мы взлетаем! Мы взлетаем! Блин, на самом деле, если ты думаешь, что это очень просто, то это нифига не просто. Этим самолётом управлять очень-очень сложно. Я вообще не понимаю, куда я лечу. Помогите! Мы можем с тобой даже убрать шасси. Это прям реально симулятор самолёта в Майнкрафте. Какие-то АИМ-9, Сайдвиндер, ГБУ, Спот Хэлли, какой-то просто трындец. Короче, в этом моде реально нужно долго разбираться, чтобы управлять всей этой техникой на должном уровне. Но мод просто офигенный, я уверен, любому пацану он понравится. Что же ещё такого любят пацаны? Вот знаешь, мне кажется, что каждый пацан в глубине души супергерой. Мне реально кажется, что каждый пацан ассоциируется с каким-то супергероем. Вот напиши в комментариях, если ты пацан, с каким супергероем ты себя ассоциируешь. А наш следующий мод добавляет супергероев в Майнкрафте. И он добавляет, наверное, всех супергероев, которые только есть в Майнкрафте. Я не буду показывать всех, но давай посмотрим хотя бы некоторых. Вот, например, кто у нас тут? Ага, это у нас броня Тора. Чтобы стать супергероем в этом моде, нужно всего лишь надеть его броню. Я Тор в Майнкрафте, и у меня целых 20 единиц здоровья. У меня ещё есть вот такой вот шикарный плащ, но это, по-моему, тоже очень даже офигенно. Но это всё фигня, потому что в этом моде у каждого супергероя есть свои суперспособности. Ну, во-первых, Тор у нас может быстро вот так вот бегать. По-моему, очень даже неплохо и полезненько, но это тоже так себе, согласись. А вот эта суперспособность, что у нас делает? Ничего себе, ты посмотри, ля! Ну-ка, ну-ка, пу! Ты посмотри, я летаю! Это просто офигенно! Так, погоди-ка, я хочу ещё что-нибудь ещё сделать. А я могу этим мьёльниром кого-нибудь вот так вот треснуть? Бах, нифига себе, одного удара! Я этого не ожидал, если честно. Я повелитель молний! Что я ещё могу сделать? Нифига себе, я ещё могу просто вот так вот пулять молнией. Ну-ка, давай ещё раз. Всё, давай убираем броню Тора и берём нашу следующую броню. Это, конечно же, броня железного человека. На самом деле, в этом моде очень много железных человеков, людей в Майнкрафте. Я имею в виду тут очень много костюмов Тони Старка, но я выбрал именно вот этот вот Марк 43. Не знаю, показался он мне самым красивым. Ну и, конечно же, есть какие-то суперспособности. Вот, например, я могу просто стрелять. Я вот просто стреляю из своего суперкостюма. Это неплохо. Ну и, конечно же, железный человек умеет летать. Как же без этого? Ну, я думаю, что, в принципе, это неудивительно. Железный человек всегда летает. Я могу снимать свой шлем! Это ты посмотри! Это как вообще? Это просто офигительно! Я тут что-то тыкаю на все кнопочки. У меня вот рука почему-то вылезла. А как стрелять? Охренеть! Бум! Бум! А, я, кажется, понял. Это вообще какая-то жесть. Человек-паук. Наверное, самый популярный супергерой. И что же у нас умеет делать Человек-паук? А он, конечно же, умеет пускать паутину, ты! Бля, я кого-то убил только что. Вот так вот можем прицепляться куда угодно! Ты посмотри, я могу сразу несколько паутин пускать. Ты, то есть, смотри, я запускаюсь, да, я пускаю паутину, а могу потом еще к этой паутине прицепиться. Офигенно! Куда я полетел, я не понял. А ну-ка, давай-ка мне на дерево вот это. Вот, зашибись. Еще я высоко прыгаю. Ну-ка, а что я еще умею делать? Давай еще что-нибудь... Это я что, пукнул паутиной? Блин, это так круто! Честно говоря, Халка я уже проверил, потому что, ну, ты видишь вот эту дырку, да, здесь рядом? Я просто случайно активировал способность Халка, и произошло вот это. Когда мы надеваем эту броню, мы становимся больше. Ну, ты посмотри, какой я огромный, мускулистый парень. А если вот эту кнопочку нажать... Нифига себе, я какой-то супер-быстрый стал! Помогите! Куда я несусь? Так, все, тихо, успокоились. А в этом сундуке у нас что? Это броня росомахи. Ну-ка, росомаха, интересно, смогу ли я вытащить свои когти? Я хочу кого-нибудь порезать. Вот такой вот интересный мод. Здесь еще есть очень много различных супергероев, но ты уж сам их посмотришь, а то у меня это видео на целый час выйдет. Ну что, пацаны, пишите в комментариях, как вам эти моды? И обязательно напишите в комментариях, какой следующий топ модов мне сделать на свой канал, потому что я хочу еще что-нибудь такое записать. Обязательно подписывайся на канал и тыкай на колокольчик, если ты еще этого не сделал, потому что я такие интересные ролики часто снимаю. Увидимся в следующем видео! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok